Субтитры делал DimaTorzok Вот, ладно Теперь переходим к нормальной жизни Потому что вот эти 40 минут Умоляю, Антон Валерьевич, вырезать диета Чтобы у меня была возможность отправить Куда следует Здесь осень Потом, может, еще в другом месте, в третьем Чтобы, посмотрев, прибавилось Но надо спасать сады А дальше пошла нормальная жизнь Вот это мне пишет Дама, которая вот под таким заголовком Может, Мария, не знаю Так вот, она пишет Спасибо, хотела Дальше обычная жизнь Впервые зацел Хасанский Посаженец вашего посаженца в Псковской области А когда сажала, никто не верил Вот ради этой фразы А когда сажала, никто не верил Это в Псковской-то области Это вот в Сибири их не должно быть А в Псковской-то области Ладно, что я делаю Полез, смотреть на персик Я не смог его скопировать Мне просьба присылать фотографии на это самое На, как они называются На мою электрональность Тогда я могу А, ну, или тупое Вот, смотрите Вот она, видите А вот и он Ну как, впечатляет Ну, как вы думаете Он самоплодный Ну что ему до урожая осталось Ну, может, еще Какие-то заморозки убьют Ну, в Псковской области Где про персик слышали Только в этом самом Тысяча одной ночи Вы в этом Читали В сказке Вот именно в сказке Идем дальше Ирина Исхакова Начинается серьезный разговор То я полца вам Не то, что лапшу вешал Но, может быть, вам это Меньше всего волнует Там Угробят они Люди От этих Палачей Саженцы Не угробят Главное, что вы это видите Вы-то уже не угробите Итак Ну, вспомним для начала Что Вот это письмо зло Я мог его показать Оно только сейчас пришло Вот Вышли деньги обратно Потому что обидно Рюта У нее Мой адрес А что мне делать Здравствуйте Валерий Концетин А это уже другое письмо Из Хакова Хотелось заказать Сухие семена Весной А, кстати, сухие Можно заказывать Знаете, почему? Да, потому что Дешево и сердито Вот Схожесть В орехах манджурских Сто процентов Всегда На яблони Никто не жалуется Груши уссурийские Сходят Толпой Вишневолоси Вообще Садишь, что косточек А вырастает Сорк, кажется, что их там Двести Вот Прекрасно сходят Слева Им надо подольше Так Но про них тоже поговорим Надо подольше Полежать На сердикации Но главное Это учеба Поехали Многие косточки Открылись Но уроз не пошли Что-то сделало не так Хочу следующей весной Еще посадить Ну а дальше Заказывал Манджурский абрикос И жардели Прижились отлично Спасибо За хорошую Это новость Но опережает Абрикос Королевский Хотя сажен Самый худенький Я рассказывал Когда я соседу Продал два Королевских А третий Худенький Подарил Стыдно было Вот этот худенький Вырос самым мощным Но я потом уже Предполагаю Что Да конечно Он не то Что был хуже других В принципе Он был меньше Значит корни меньше Повредил при пересадке Вот и все Вот и вышло И у меня вышел Такой красавец Потом Потому что я В тот участок Выкупил С тремя Королевскими Абрикосами А потом показывал В фильмах Сам не верю Что выросли Плоды под 100 грамм Весом Да Да и вот этот Худенький У меня такой же Ну с этим понятно Если есть желание Заказывайте Вот По десятке Это я считаю Что это Не деньги Вот так Дальше Вот это мы прочли Пока запомнили Многие косточки Открылись Но у нас не пошли Читаем следующее письмо Подскажите Какое время На практике У вас Решиваются Вишни и сливы Внимание Сратифицировал Купленные У вас В этом году Семена Вишни и сливы Два месяца При температуре Плюс 20 Два с половиной В сыром Каленом песке Соотношение С водой 1,7 Нормальное соотношение И ни одно семечко В земле Не проклюнулось Заглублялся Символически Следил за влажностью По прошлом году Была лучше Есть подозрение Что нужно Вылечить Двое Время Заглублялся Где у меня ошибка Слава богу Не моя ошибка Знаете почему Сейчас я вам объясню Объясняю Дальше будет Супер фото А пока В среднем Я Все это Знаю Почему Потому что Заказывают Парасухие А где-то С нового года Уже Средифицировано Это в принципе Я закладываю На сертификацию Вспоминайте В январе Сливы Да Им надо Дольше Срок Просыпания Абрикосов Хватает Полтора Два Месяца А вас Не взошли Именно Вишние Сливы Вот И Начинаем Отсчет Февраль Первый Месяц Март Второй Месяц Апрель Третий Месяц Ну Сами Знаете Раньше Апреля Никто Не садил Вот И тогда Нормальная Схожесть То есть Два Месяца Было Маловато Так А многие Дома Тянут Уже Четыре Месяца Там Уже Получают И говорят А я вам показывал Помните Сколько я вам показывал Фотография За все Годы И за все Вебинары Десяток Разных А там Хвосты У этих Корешки У слив Торчат Через Уже Через Три Месяца Только Тепло Попадает И сразу Один Два Три Три Превеличиваю Ну Со спичку Длиной Представляете Вот так Вот А Длина Коробка Пять Сантиметра Да Длиной Три Четыре Сантиметра Бывает Вот так Вот Вот ваша Ошибка Надо было Ищить Так нормально Соотношение Нормальное Так Вот Есть Еще Знаете У Мне Вот Такая Беда Я Никогда Ничего Лишнюю Работу Никогда Не делаю Вот Пусть Это Будет Длинный Разговор Но Он Очень Важный Это Вам Не Эти Они Быстро Научат Эти Я Подходил Меня Пугали Чем В любом Песке Якобы А оно Действительно Так Есть Есть Органика Если Сырой А если Температура Сегодня Два Попробую Следить Начинает Плесень А плесень Это Гриб И Он Начинает Жрать Эту Самую Косточку Вот Поэтому Придумали Много Самый умный Совет Я слышал А берите Прям С речки Он Достаточно Такой Самый Мелкий И годится Один раз Я брал А потом Я нашел Это Карьер Такой Где Все Берут А раз Берут Настройку Значит Он Достаточно Чистый И у меня Он Никогда За всю Жизнь Я Все Время Там Беру Я Показывал Даже Этот Карьер Два Раза Повторяться Не Буду Вот Совершенно Чистый Песок Но Заметьте Он Как бы Сказать Природный А вот Тут Написали Каленый А вдруг Вот То Что Он Каленый И Там Нет Вообще Органики Он Как Мертвый А Вдруг Это Сказывается Это Надо Проверять При Прочих Равных Условиях Прокалить Это Женя Придумал Прокалить Это Распространенный Совет Если Эта Жакфея Где-то Прочет Или Сценарист Пишет Тупая Где-то Прочет Что Надо Прокаливать И Она Возьмет И Будет Протпень Какой-то Начнет Прокаливать Вот А мы То С вами Должны Как Ну Кто-то Может Испытает У меня Уже Возраст Не Позволяет Сыром И В этом Сыром Смывание В том Смысле Природном А еще Прокаленный А еще Вспоминайте Есть еще И про Дезинфицированный А есть еще И про Кипяченный То есть Не кипяченный А про Мыть В горячей Ну Пощип Кипячке Пощип Кипятке Вот И мне Вот Прицепился К этому Слову Каленый Оно Мне Смущает Потому Что Семечки Косики Имеют Свойство Сходить В разное Время И вдруг Может быть Какие-то Должны Были Зайти Хотя Даже В холодильнике А у вас Не получилось Вот И получается А Два месяца Видимо Маловато Если бы Абрикоса Подозрение Было бы А тут Все-таки Слива Им подольше Надо Ну Хотя бы Три месяца Вот Общее Рассуждение А там Пойди Догадайся Где Правда А вот Это У меня Одно Из моих Ключевых Фото Я вам Показывал Будем Расшифровывать Дальше Уже Другой Стороны Вот Сейчас Я пойду Мой для себя Чайков Время-то Достаточно 50 минут Поговорили Можно И вы Можете Передохнуть Потому что От моей Это и самое Разговора Можете Голова Заболеть Я Душу Кладываю А Люди Все Разные Одни Восправляют Нормально Другие Болезненные Такое Есть Сейчас Я на кухне Назад Ну Минуты Три Угл Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите... Мы перевидели два письма перед вами... Итак... Многие косики открылись, но в рост не пошли... Что-то сделало не так... Что не знает так... А у неё... Не раскрылись вообще... Вот это абрикосовые косики... Они самый благодатный материал для исследований... Почему? Вы прекрасно помните... Абрикос-культура засухоустойчивая... Абрикос-культура капризная... Потому что... Как я понимаю... Находят разные якобы их родины... То упоминают армянские горы... Кто Памир, кто Теншань... Вот... Отдельная совершенно... Песня про... Осихотолиньские горы... А вообще... Родина их, конечно... Или высоко в горах, где суши... Помните, я рассказывал вам в предыдущий раз про черёмушки... Где тает вода быстро, как с гуся вода... И так как эти самые... Вот такой дури люди не делают... Им не позволяет ландшафт вот эту дурь делать... Сейчас я вам... Ещё раз... Ну почему не потоптаться? Они уничтожают сады... А почему не это самое? Вот... Где она тут? Во! Видите? Вот здесь она изгниёт... И получается... Или горы... Родина абрикосов... Кстати... Вот если как-то кто-то... У них же есть какие-то электронные адреса... Спросите... Где ваш сад? Вот... Покажите выращенное вами дерево... Вот... Вот это... Я всегда... Они тут же... Когда люди начинают спорить... Я говорю... Покажите ваш сад... Они не просто перестают спорить... Они исчезают из моей жизни навсегда почему-то... Когда я спрашиваю про сад... И вот получается так... И второй вариант... Это якобы Персия... Полупустыня... Ну то есть сухие места... Вот... Но... Или адаптация такая... Что сухо... Сухоторинский город... Там абрикосы минус 50 выдержит... Персия... Понятно... Там снег раз в 100 лет выпадает... Вот... Вот такая разбега... И такие у них возможности... И вот они когда упали... И что удивительно... Это у меня... Они пролежали зимой под снегом... Что получилось... Я к тому что... Это... Вспоминаем теперь... Ларису... Как же ее отчество... Все... Энеза Андреевна... Фамилию трепал столько раз... Уже стыдно говорить... Которая книгу издала... Которая... Антона Сафронова ответила... Что все-таки закапывайте на 5-6 сантиметров... Потому что железо неправ... Да? Вот... Да еще... Учи-то садите сразу... С дерева и в землю... Вот... Вот эти косточки упали... Как раз дерево... Упали они... В августе... Ой... Да... Сейчас скажу... Да... В августе... Так... Это маньчжурский абрикос тот самый... Пролежали лето... Это назовем естественной цификацией... Пришла осень... С дождями... Лежали... Пришла зима... Так... Накрыло снегом... Так... Пришла весна... И вот... Зазеленело... Что мы имеем? Большинство сгнило... Согласны? Раскрылись... Поняли... Раскрылись... Видели? Раскрылись... Гнилая... 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 Эти почти наверняка тоже. Сколько из них пошло в рост? Одна. Кажется, две. Бывает, два раскаясь с одной, но, скорее всего, это две котики рядом лежат. Кажется, две. И очень подозрительно, возможно, вот это вот, раз впилось в землю корешком, значит, скорее всего, вот это будет три. Их тут примерно двадцать. Три из двадцати. Вот это, естественно, сертификация. Прикрыли мы землей на пять-шесть сантиметров, как учат ТТТ, а потом, к чему мы удивляемся? Ну, хорошо, что она, это, не все ее слушают. Кто-то может под самую зиму посадить, шансов уже больше, что не сгниет. Пока я беру одну крайность. Так. А кто-то сертифицирует, а кто-то даже весной пораньше посадит, она успеет все равно взойти. Ну, там ускорена сертификация, замачивание. Давайте попробуем определить их характер. Допустим, это у меня. Допустим, была сырая осень, допустим, снег был, вот, у меня последние годы хоть двадцать-тридцать сантиметров, а то бывает вообще без снега. Вот так. А теперь представим себе более благодать, ну, европейскую Россию. Там, где почему-то абрикосами не пахнет. Вот. Зима короче. Так. И вполне возможно, что вот эти косточки, вот эти, если по суше, они бы взошли. Так. А где по суше? А вот эти бы не взошли. То есть все наоборот. Вот это вот все, как назвать, палитра, рассчитана на А раннюю весну, среднюю, позднюю, вы уже поняли. На А лето дождливое. Ну, то есть не лето, а кругоборот пройдет. То есть в целом сухой климат, влажный климат, сильно влажный. Вот. И тут есть, оказывается, косточки даже для сильно влажного климата. Вот. Вот она вся палитра. Взошедшие, невзошедшие, сгнившие, раскрывшиеся, нераскрывшиеся. Вот это, друзья мои, важнейший момент. Вот это надо будет, это, Платонова, или это, Октябриня. Уж возьмите его за основу, я вам все фотографии подарю. Научите людей. У вас аудитория есть, вы, которые не виноваты, что вы ее калечите морально. Вы думаете, почему я детей-то показал? Вы теперь поняли? Вы поняли, что дети в садах расти нужно? А, Октябрина. А, Платонова. В садах расти нужно быть, в живых, а не покрытых мхом. Так, знаком ли вас с интереснейшими людьми? Это моя находка. Я горжусь тем, что мне пишут, да еще какие люди пишут. Представляете, для меня металлургант. Когда вот такие люди, для меня это честь, да, это честь. Сергей Михайлович Казарин, два больших, главное, ботаник я выделил. Он экономист, я металлург, он ботаник, я этот, как это называют, так сказать, бывший этот, бывший глава фермерско-хозяйства, ну, тоже должность. Теперь, в солнечном перебежании ввожу новые сорта, которых от хозяйств не было. Видите, выращивают дикие, мелкие, кислые. Так и говорят садоводы, на варенье, компоты. А на районной все вымерзают. Я вывожу зимостойки, вкусные сорта, до климата города. Поэтому я вас и знакомлю с Сергеем Михайловичем по фамилии Казарин. Самое интересное для меня, что, почему я еще больше его зауважал. Размножаю, распространяю среди дачников. Значит, бетонниковод еще круче. Вот, потому что это очень важно. Вот его новые сорта. Ну, конечно, тут правильно было написать Сергей Михайлович, ботаник, сортообразец или форма, или как угодно. Вот, за сорт можете по морде получить. Я получал, нет, я, Боднер, он у нас, нас-то не пригласили на все садоводы России, а я знал, чем кончится. Я не поехал. Он поехал. Выступил, рассказал про черешню и по морде, и по морде. Какой имел право называть сортом, еще название давать. Смотрите, Сергей Михайлович, за Яшкина, и за Минору, и за Звезду Давиду тоже по морде получите. Вот. Как самозванец. Хоть и ботаник. Ну, это так, я полушутя говорю, надеюсь, я вас не обидел. Наоборот, говорю с уважением и с придыханием. Вот. А самое, да, ну вот тут уже пусть прочтут без меня, так. Тут можно где-то соглашаться, где-то нет. Потому что сильно вымерзает, подмерзает. Вот. Может быть, есть другие причины для этого. Помните, как те косточки, может быть, испытывались те, которые подмерзают. Ну, в общем, я не вникаю в это дело. Я ему доверяю. Дальше. И вот, смотрите, что я выделил. Почему я его еще уважаю? Потому что одно дело топтать других. У меня такие случаи были. Я ему веник с черенками, две фамилии неприятно называть. Опять могут, пока молчат, а то может опять от них пойти какой-нибудь там запах, мягко говоря. Вот. Фамилии не называю. Я им веник, а они мне кукиш в ответ. Я им веник, а они мне кукиш в ответ. Так вот, за что я уважаю Сергея Михайловича. Он пишет. У меня есть коллега по увлечению. Валентин Федорчук из деревни Камышовка недалеко от Волочаевки. Это там, где легендарная сопка. У Валентина потрясающие успехи в разведении абрикосов из косточек знаменитого Валерия Железова. Судья, конечно, раз вы меня назвали знаменитыми. А вы спросите Платонова. Она сейчас нам не знает, кто такой Железов. А вы говорите знаменитый. Я специально выделил. Нашли знаменитого. Если Платонова деревья калечит и даже не знает о том, что она это. Палач. Так вот. Что получается. Я тогда набрал. У меня переписка есть с этим самым, с Валентином. Я набираю Валентин. И то, что я запомнить не мог. И оказывается, что это Федорчук Валентин. Работает пожарным. Но недалеко от Металлурга. Тоже с огнем работа. Живу. Яо. Смедовический район. Село Камышовка. 40 километров от Хабаровска. Климат суровый. Зимой морозы не больше 30 градусов. Но мне кажется, это потому, что не больше. Все-таки Хабаровск это же океан. Не замерзающий. Но высокая влажность и ветра. Летом т.т.т. Высокая влажность. Весной возврат на замороз. А где их нет? Они в Крыму бывают. В этом году заплодносили персики Бродского. Привитые на вишню слив. Они у меня укрывные. Фото пришли позже. Так вот, друзья мои. Вот две фамилии для вас открытия. Я всегда раскручив своих. Вот. Мы одной крови. Мы одна королевская рать. Вот. Пидорчук Валентин Валентинович. И Сергей Михайлович Казарин. Вот так вот. Я поздравляю себя. Потому что Дальний Восток, он не такой. Вы знаете, если там. Помните человека, который обокрал Бродского и меня. Вот. Человек, который присвоил наши эти самые фотографии. Присвоил название наше сортов, продавая импортную дрянь. Вот. Это Хабаровск. А, кстати, как же фамилию-то я уже начал забывать. Полянский, Володя. Вот. Вот. Я уже говорил. Вот кто должен был выслать деньги, хоть хотя бы часть поделиться, продавая эти. Я уже ладно, молчу о себе. Ну, присвоил мои черенки. Присвоил мои фотографии. Присвоил мои названия сортов. Кстати, тоже самодельное. Ну, Кайбродскому-то мог бы выслать деньги, украденные у него. Ведь продавал же эти саженцы от его имени. Вот. Где он там сейчас? Может, заткнулся после того, когда я несколько фильмов про него сделал. Я не прощаю предателей. Вот. Это тоже Дальний Восток. Ну, так. Нахлынуло. Вот я и вспомнил лишний раз Полянского. Ах, так. А Бродский без денег сидит. А у меня больше. Я уже сколько помогал, больше нету ни сил, ни денег помогать. Вот. Поэтому. Купите у него косточка. Ради бога. Вот это помощь. Им цены нет. Так. Теперь. О, кстати сказать-то, Федорчук-то и дальше с перепиской. Ой, как интересная. Так, выйти какая пошла эта, как называется, эстафета. Казарин Федорчук. Я Федорчука это самое набрал. Оказывается, я уже и забыл про эту переписку. А на статье не сразу писал информацию. Я знаю, как важно для вас, начинающих с опыта. Четыре года назад, после прочтения вашей книги. Ну, ну, ну. Все. У меня зародилась мечта вырастить хорошее. Заметьте, четыре года назад. А что о нем уже пишет это самое, Сергей Михайлович? У Олегина потрясающие успехи. Представляете? Четыре года. А я сколько раз говорил. Да не надо десятки лет. Я называл знаменитые фавилии, у которых по тысяче, по десятке тысяч косточек превращались в деревья, и все деревья до единого погибали. Вот. Мы вам предлагаем, я, Бродский, мы вам предлагаем семена, технологии, совершенно другую. Абсолютно. А Платонова, Октябрина, Ганечкина. Очнитесь. Надо же хотя бы себя уважать-то. Дачные феи. Итак, читаем. В этом году было первое цветение, первое небольшое урареобликоса, именно из ваших косточек и черенков. Меня больше волнуют косточки. Я же с косточек не выращиваю, культурные. У меня в саду растут также абрикосы Бродского, несколько сортов образцов. О, Бродский тоже, этот, биолог такой, он пишет. Правильно, к нему не придерживаешься, сортов образцы. Такая, вот. Как привитая, так и корнесопция, но первыми заплодносили ваши. Первый абрикос показываю на видео, я не смог видео открыть. Ну, тут самое интересное начинается. Вот. Пусть опять про эту веклятивную георизацию, которая вам надоела. Но дело в том, что, смотрите, вот эти слова. Теперь я знаю, для чего нужен смешанный сад. Понятие смешанный сад, еще, а это один из моих постулатов. Что настоящие плоды, эти самые, ой, тут долго, их даже несколько постулатов, которые связаны с обществом. Да вы же поняли. Это и морозостойкость. Это и, это самое, опять на любимого конька сел. Вот. И это и телегония. Это и, знаете, что это такое? Это каждая косточка новая, если не сорта, сорта образец. И вот он пишет уже, не я. Можно получать, а у него есть фильм, он и открыть не смог. Можно получать невиданные по вкусу и окрасу плоды. Вот. Смешанный сад. Вот за что я вам благодарен. А смотрите, с чего получилось. Дело в том, что я пропагандирую манджурцу. У меня, знаете, друзья, вас мало. И, конечно, через день-два окажется 200 просмотров, не больше. И к осени из вас созреет человека три. Ну, кто-то уже саженцы у меня, вот эти, косточки купил. А у меня в этом году очень большое урожай. Некоторые деревья, уже сейчас, они маленькие еще такие, знаете, вот, как ноготь на большом пальце. Вот такие абрикосики, они быстро растут, плоды. Вот. Там уже из-за них уже листьев не видно. Таких у меня десяток деревьев. А они все. Самый большой урожай именно на, как тут написано, ваш гибрид манджурского с генами красного. Ну, это один из них, так. Урожайщий такой. Вот с них-то и надо начинать. Потому что, помните, они все разные. А часть из них оказалась чисто сладкая. Часть сладко-кисло, часть кисло-сладкая. Но съедобная. Там, с горчинки, без горчинки. Соки, компоты, варенье, что угодно. В конце концов, когда много костик, уже не жалко, как я это. И мы с Гродским их разбиваем, едим. И, кстати, мы так и не отравились с ним. У жука у нас, с Гродским, больше всех костиков и абрикосов в России. Имеется в виду не эти, южноазиатские. А именно России. Вот только у нее и у меня. А мы еще живы. Вот. И живы, может быть, опухоли какие-нибудь эти, ну, как сказать-то, не сглазить бы, да. Но еще живы, потому что, оказывается, семейная кислота сколько там не было. Но почему-то мы и не едим, жирем, жирем, жирем. Вот. Я до сих пор каждый день по несколько штук съедаю. А, прекратил, кончились. Вот. Было пару заказов крупных. И вот получилось так, что семейная кислота на нас никак не подействовала. Вот. Ну, и последний на мой морду. Ну, ничего, 69. Так вот, я к чему говорю. Он пишет, Чернок был с биркой гибрид манжурца Красный Папа. Я взял, ну, знаете как, вот, как тот самый художник, который, если картину не выставить его, он считает ее гениально, да? А если ее не выставить в галерее, он повесится. Вот. Родилась такая шутка. Ее произнесли, извините за это, как бы, длинная речь. Ее произнесли эти самые каванчики из Одессы, тогда это был Советский Союз. Вот, вот, им задали вопрос, что сделает художник, если его картины не возьмут на выставку. Ответ был, сам повесится вместо картины в Татяковской галерее. Вот такой грустный ответ. А мне, чтобы не повеситься, видите как, вот, кстати, тут про настояние ментора, ну, еще сто раз было говорить. Вот, видите, вот он, я художник. Вот. А дальше, извините, Валентин Валентинович, да? Все, память. Валентин Валентинович. На следующий год он был чисто желтый. Ой, один год, это радость радует. Но уже тогда эти косточки, видите, они к вам попали. Что получилось? Ну-ка, желто-красный, со вкусом, ароматом настоящего абрикоса. Вкус настоящего абрикоса. Поняли, да? У вас уже получилось что? Правильно. У вас снова гибрид. Это гибрид был у меня. Ну, я догадываюсь. Рядом растет сенец Амура с патриархом. Получилось вот такое потомство. Теперь это потомство. А рядом растет Королевский, а рядом Академия, Фаина. Все рядом вот с этим вот. Он сам испортился на следующий год, он преобразился. Ну, я это называю блаждающей отдельной. А точнее, никто не знает. Никто. Блаждающая гена. Ну, как? Ответил? Вот. Вот так вот. А, я еще, знаете что, вернусь к теме богословской. Знаете почему? Я хочу, чтобы это, чтобы люди верили в Бога. Тогда мир будет чище. Я ищу для этого причины, чтобы это было не как, понимаете, мне кажется, что многие, большинство, не рядовые, нет, а высокие ранга, эти самые, священнослужители стали чиновниками. Им, похоже, так же все по барабану. Где их сады в этих самых монастырях? Ну, и не только в этом дело, что есть сады в монастырях или нет. Дело в том, что, понимаете, я, допустим, представляю богословие. Позовите меня на любое ток-шоу, Москву, куда угодно. Можно за ось, а можно по интернету, можно на скайпе. И против меня посидит самый грамотный этот самый, ненавистник этого. Есть такие, вот, вспомните, Невзорова, который, ну, ему дали возможность пинать и вытирать ноги и поливать грязь в церковь только, потому что церковь не умеет защищаться. Вот, потому что вы уперлись в эти книги. Надо что сделать? Представляю, я против Невзора или кого угодно. Нет, это ладно, это так. Ну, как сказать, начитанный, не вежели как, начитанный, просто так. А представим себе настоящего ученого, самого крутого. И вот он против меня стоит. Я говорю, ну-ка, объясните-ка мне, пожалуйста. Как механизм, ну, можете нарисовать большой круг, это будет Земля, кружок несколько раз меньше, это Луна. Так, вот она повернута одной стороной. А теперь рисуйте стрелочки. Ну, такие, знаете, вот эта вот стрелочка, значит, это самое. Как распространяются эти самые волны, которых никто до сих пор обнаружить не может и никогда не обнаружит. Вот. Потому что я еще могу представить, когда волна исходит с какого-то объекта и отталкивает другой объект. Но как она может притягивать, когда она еще до него не дошла? Это вообще анекдот. Я бы вам сказал, вот стрелочки нарисуйте. Так. Формула, что угодно. И объясните мне, как она притянута одной стороной и никогда, наверное, сантиметра не сдвигается. А? Ну? А? Вот тогда не лезьте это самое. Со своими этими. Вот. Это важнее, чем книги почитать, что это самое. Кстати, ну, я не буду залазить в эту тему, я бы вам еще такого наговорил. А вот это вот жизнь. Вот эти вот, их предки вот этих абрикосов, вот, были культурными. Помните? А? Смотрите. Я вырастил из косточки этого патриарха. Взял с него косточку, вырастил. Что? Сына патриарха. Вот он называется. Черноксберге. Гибрид маньчжурца-красный папа. Он взял. За что я уважаю. Вот если вы вот... Ну, спасибо, что вы... Не это самое уж... Своего земляка так преподнесли Сергею Михайловичу, а? А он мне преподнес такую информацию. И вот третье поколение, опять из косточки. И он пишет. Желто-красный вкус, аромат настоящего абрикоса. Ну. А теперь он возьмет с ней косточки. Что хуже будет? Нет. Смешанный сад. А? Эй. Где смех был в академическом зале? Ой, как я разговаривался. Ну, мне же такие сюрпризы преподносят. И голландские ученые, оказывается, не дурак, что... Не оккультуренные почвы, полезные оккультуренные. Подтвердили. Наши? Нет, конечно. Представляю, если бы наши стали бы всю Россию дырявить и искать, где почва какая. Сейчас. Да мне и не надо дырявить. Я еще до этого знал. Иногда кажется, есть такие вещи, которые любой дурак знает. А потом приходит человек и это самое... И берет лопату и начинает все это уничтожать. Так, ну что, проехали. Жаль, не могу я тему на слое не вентора. Иначе вы сейчас разбежались. Последний, кто еще меня слушает. Так. Вот это важнейшая тема. Я чисто вскользь. Вот тут мы что говорили про три поколения сеянцев. Результат. То, что как он сказал. Он видел, видимо, эти самые. Пробовал. Валентина, потрясающие успехи. Вот так. А что здесь действительно, если не гноить, как учит это Крамаренко. Ой, проговорился. Некая Лариса, скажем так. Если не гноить их. Так. Ну ладно. Смотрим, что же там пишет Бродов. Ой, что-то мне надо. Вот, включаю. Сейчас. Ну, может быть, вы прочли. Но я повторю, это очень важное. У меня же все больше сторонников. Я не говорю, что там Казарин или Бродов мой ученик или там учитель. Я говорю, единомышленник. Вот. И чем дальше, тем больше у меня единомышленников. Единая мысль. Хотя это тоже плохо, кстати. Когда-то все мои 108 постулатов и больше. Это пять лет назад в книге написано. Станут догмами. А потом они станут тормозом в развитии садоводства. Почему? Климат поменяется. А вот так. Но на данный момент мы можем вернуть здравый смысл мозги в сады. Вот. Тут уже надо проявлять максимальный гуманизм, и все получится. Вот. Читая вашу последнюю книгу, появилась такая мысль. Что официально наука редко сталкивается с вегетативными гибридами. Еще и потому, что при их агротехнике удаляются все ветки из зоны, где возможно появление вега. Павел Валерьевич. Эх. Когда же у вас это... Ну, я еще, может быть, Казарина в академике возьму со временем. Если он будет продолжать, продолжать. Да, может, и жизни не хватит. Не знаю. Не знаю, не знаю. Вот. Но, кто бы вы ни были, пожарный, как, допустим, Валентин Валентинович. Металлург, как Железов. Вот. Учитель. Как Бродский. Но. У вас. Самое главное, вы. Умеете. Наблюдать. И делать выводы. Еще и потому, что при агротехнике удаляются все ветки из зоны, где возможно появление вега. Всегда, если вы мои постулаты узнаете, прививка как можно ниже. У основания штампа. Или у основания скелетной ветки, если вы все-таки скелетная ветка. Ну, если штамп толстый. Раз. Дальше. Дальше. Берется черенок. Пока они не уберут с сайта эти дебильные ролики, да. Вот. Я не могу успокоиться. Думаю, что ж ты такая, Ольга Платонова. Педагогический институт. Поздравляю. Прекрасно. Вот. Дальше. Диплом и специальность. Преподаватель английского языка. Ну, маловато, чтобы учить всю страну это. Убивать деревья. Ой, извиняюсь. Растить деревья. Вот. Вродеев с французским и грузинским. Ну, я не думаю, что это тоже. Платонова защитила кандидатскую на тему. Внимание. Я люблю прикалываться. Знаете как. Вот он не тот человек, а тут уже. Как раз. Все. Ученые. Билингви. Билинг. Билингвизим. Сэр. Вы думаете, что я сделал? Сейчас же интернет. Набираю. Билингвизим. Не ошибся я. Нет. Билингвизим. Билингвизим. Двуязычие. Практика по переменам использована двумя языками. Владение двумя языками и умение с их помощью оснащить успешную коммуникацию. И как ей помогло это выращивать все дальше. Смазливая внешность. Язык подвешенный. Не зря же преподаватели и прочее. Научила бы детишек. Только бы не биологам. Избави Боже. Она бы их научила. Вот. И вот эта вот женщина стала символом. Потому что достаточно молодая. Смазливая. Вот. Самая раскрученная в данный момент. Вот. Стала символом вот этого самого палаческого отношения. С моей стороны. Или символом на самом деле. Якобы. Вот. Ну что. Посмеялись? А? Вот. Теперь. Идем дальше. Вот это дерево. Будет спилено. Следующий. Ну зимой может. Ну в общем последний год живет. Вот. Все. Выдержал обманжурский абрикос. Помните в основании. Королевский абрикос. Сумасшедший урожай. За всех 30 лет. Сот. Ну не 30. По отношению было где-то. Ну 28 лет. Ну 20. Нет. Вообще. Да. Ой. Это 30. Больше. Я в 35 лет отживу. Да. Вот. Это мое второе дерево. Посажено. Прилет оно манджурец. Так. Все. Я. Это самое. Еще несколько веток еще цветет. Цвело. Ну 98% веток уже мертвых. Вот Сергей жалуется. Все. Не могу. Надо убирать. Ну смеяться будут. Сфотографирует. На всю Россию ослабят. Я говорю. Серега. Вот ради вот этой ветки. Тут два плодика. Это химера. Это та самая химера. Вот. Которая не дает, так сказать, покоя мне. Не дает покоя Бродскому, Латинкову. Вот. Потому что вы понимаете, что такое химера? А? Вы знаете, что это самое. Когда-то богословы якобы спорили в Средней веке, сколько чертей размещается на конце иглы. А? Сколько? Я и сейчас не знаю. Сколько чертей на конце иглы можно разместить. А ведь спорили же. Ну, теперь дальше что? Дальше я дождусь эти два плодика. Когда они за плодоносят. Вот. Им, конечно, дотянуться до 80-граммовых королевских плодов вряд ли. Помните, какие плоды на нем растут. Вот так. Вот. Но на манджурце с плодами, как было у родителя, 15-20 грамм. Вот что-то получится. Дальше вот эти веточки пойдут в ход. Я их тогда срезал 15 штук. 5 продал, 10 выкину. Вот. Увижу плодики и возьму туда в работу. Вот. Но я уже настолько стар, извините, я говорю открытым текстом. Я настолько это, если бы вы знали, в каких условиях я живу. И какие я хоромы нажил за свою жизнь. Вот сейчас, даже у женщин будет скупая мужская сезапа. Так вот. Это все. Я говорю почему. Потому что есть уже кто. Вот. Есть уже, вот они, мои друзья. Вот мои друзья Бродов. Вот мои друзья Петарчук. Вот мои друзья Казарин. Поняли, да? Так. Теперь. Дело в том, что очень еще немножечко. И если бы не вот, позавчера мы с ним ходили с Сергеем, а у него уже пензопила готова. Я говорю, Серега, ждем. Мне нужно вот эти веточки. А там уже спиливаем. Потому что, а славят это сто процентов. Год особый. Персики так подмерзли. А черешки с плодами стоят. Должно было быть наоборот, как было все годы. Что творится в этом свете, я сам не знаю. Но это же, и жить, есть смысл жить, понимаете. И вам хочу, чтобы не только я. Вот. А вот, чтобы вот это вот, вот это. Вот это вот. Теперь я знаю, для чего нужен смертный сад. Можно получать невиданные по вкусу окрас плоды. И по морозостойкости, Палентин Валентинович. Вот видите, я с друзьями разговариваю. А вы остальные хотите слушать, хотите уже отключайтесь. Господи, биливизм. Вот этот вот. Это так нужная диссертация была. Чтобы она получила ученую степень и начали на мозги путать. Как это важно для нашей России? Практика попеременного пользования. Сколько у нас. Так, теперь смотрим. Значит, вот когда я сказал, что вот это химеры, да. Вот. Кстати, химера век недолговечная. Видите? Кстати, вот она появилась специально для меня. Вот. Этой ветке два года. Если дерево 34. Представляете? Перед самой смертью она выбросила вот это вот. Я везде ищу знак судьбы. Вот. Смотрите. Еще раз. Не обижайтесь. Очень редко она внимание обращает. Дело в том, что Александр Куликам он как раз, помните, критиковку, за что критиковал. Если мои абрикосовы присвоили мою красивую фотографию абрикосами, значит, свой вырастить, похоже, не смогли. Вот. Меня с авторы не взяли. То есть фотографию взяли, а меня забыли. Вот. Ну, это уже как называется, понятно. Вот. Но вряд ли это касается самого Александра. Он доцент. Был. Несколько лет назад. Вот. Его хорошо ребрик знает, потому что он его печатал. Ребрик главный редактор. Вот. Извините за вот эту помарку, Ну, что здесь написано. Это очень-очень важно. Я хочу еще раз, потому что я бы не стал этого делать, если бы Сергей не собрался спиливать вот это дерево. Предположение о том, что дичок несколько облагораживается под влиянием прививки и может дать измененное в размере и качестве плоды, которого, судя по нескольким публикациям в Вестнике, сегодня придерживаются, например, известной садовой железы, Реевский считал положительно неверным. Понимаете? То есть, смотрите, есть ученый, который, он не стал говорить, ни на мою сторону не встал, ни на его. Я сто процентов уверен, что этой фразы бы не было, если бы он был бы согласен со мной. А он сослался на Реевского, представляете, кто такой Реевский? Основатель бутонических садов. Так, это не только. А тут не все написано про него. А вот, устал командовать. Ой, не так. Короче говоря, директор департамента, потом департамент земледелия уже ближе, президент императорской российской общественной садоводства. Ну, поверьте, он не больше, чем дачник для меня. Почему? Потому что, если вы возьмете его книгу, так, а он только расшифровал, Кулинкап, вот этот умеющий мужик, только одну главу, так, если вы возьмете его книгу, что вы в ней узнаете? Ну-ка, внимание! А, вот, Бродов так, что пишет. При агротехнику удаляются все ветки. Значит, уже получается, вот, она вот здесь все удалены. Так, выше, она же со звериным оскалом, еще уничтожала, ничего не поленюсь, покажу, вот, вот еще уничтожает, вот еще уничтожает, лучше, что даже замазывать не надо. Вот видите, да? Вот. Какая к черту может быть вегетативная гибридизация? А он жил в Крыму. А еще где-то, если память не изменяет, хозяйничал еще в Хельсовской области. Это 200 метров до Крыма. Поняли, да? Вот. Это одна причина. А есть вторая. Я уже все полностью раскрываю сам себя. Вдруг когда-то я скажу. Это будет последняя самая, моя лекция. Я сегодня о серьезных делах, может, кто попросил, может, уже устали меня слушать, кому нужно на какую глубину садить и больше ничего не интересует. Вот. Так вот, есть вторая причина. Там, в Крыму, где рождалась его книга, где вот это вот самое он не заметил, как сказал, не заметил бы, вот, сам доцент Тимирязевки, вот, не заметил бы, потому что там деревьям не надо напрягаться. Теперь, один из моих постулатов, примерно на память, хотя там четкие формулировки, на память, в дереве существует несколько четких, запасных вариантов развития. Так же, как у нас есть, были, когда мы были в младенчестве, жабры, вспоминайте, вот, и вспоминайте, что иногда родятся люди то с хвостиком маленьким, то с шерстью, поняли, да, все это есть у деревьев. Почему? Да, будучи попали на землю в виде культурных роскошных деревьев, пережив множество катаклизмов, они выработали в себе способность менять генетику, ну, то, что мы называем фенотипом, ну, ладно, боюсь вас напугать, они просто приспосабливаются, у них выбор помирать или приспосабливаться. Что такое много мелких плодов? Это срочно дать потомство как максимальное. Вы желаете что-то из этого, пусть их там из тысячи три, снова дали потомство, опять смотришь, и так, поколение за поколением, и вот вам нет ни дичок, а потом приходит с железом, сажая дичок на, сейчас покажу, на специальный подвой, подчеркиваю, специальный, вот так вот, и с помощью нескольких поколений, точнее, наслоения ментора, и вдруг, внимание, идем дальше, и вдруг, поняли, да, вы поняли, а теперь, пожалуйста, это самое, как вас зовут, Александр, извините, не знаю, вот, теперь, скажите мне, согласился, водный или нет, у меня такое подозрение, что даже в Крыму сейчас такие не выращивают, не, может выращивают, все-таки, привозил же я с Версунской области, этот самый, ладно, проехали, вот это вот, я хотел сказать, что, у меня есть свои козыри, я не болтун, а вам спасибо за то, что оказывается, известный садовик железов, это ваша фраза, спасибо за нее, а то я же правду думал, что никто меня не знает в Москве, и уж тем более, в Тимирязевке, вот, хотя, конечно, не могу вам просить, то, что вот так вот взять, присвоить фотографию, просто так, вот это вот, а вот это что, вот, самый, на данный момент, еще действующий, уважаемый мной, сианогорский садовод, из тех, кто еще же, ой, слово-то какое, ой, извини, Володя, я сказал еще, который, слава Богу, жив, вот, многих лет тебе, и которого пригласил я, у меня был небольшой симпозиум, были шушенцы во главе с, это несколько лет назад, во главе с этой, с Байковой, да, уважаемый ученый, вот, многолетний директор ГСУ, и, сианогорску представлял, Филиппе, Володе, уважаемый человек, один из трех тех, благодаря кому, сианогорские плодоносят, тысячи абрикосов, груш и яблок, тысячи, 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 польза, больше, чем все науки, имеется взят, а сам где-то, когда-то, что-то читал, как получилось, что он привает у земли, я его не учил, он раньше меня вышел на рынок, вот, как получилось, что только лучшим капулировкой, как получилось, что только на эти, самые, на Сибирке, как получилось, ну, в общем, вы поняли, я про него фильм снимал, и вот этот, почему я его так долго представляю, я сказал, Володя, вот сзади стояла команда, компания там, человек 6-7, вот, я говорю, Володя, вот, ты самый авторитетный для меня, посмотри, вот эта вот ветка, это пень, это была лада, ниже она привита, то есть, от нее остался пень, она умерла, вот, ниже, вот эта ветка, уссурийская груша, подтверди, следов прививок нет, горизонтальной ветки, не то, что не прививок, проклинаю, когда вижу где-то, прививки в этих, вот, подтверди, а выросла, отсюда перешли гены, уссурийку, и она стала, вот она, вот лада, а вот это вот сварок, вот, вот это вот одно из моих чудес, больше этого чуда не будет, спилили, место надо освобождать, вот, уничтожено доказательство, вот она, а и вот только потому, что он самый авторитетный для меня, вот еще любуйтесь, вот это один из примеров, ветеринарных гиблиотек, которые нет, вот так вот, ученых я не дождался, а дальше надо место, дальше кушать хочется, сварок, дикий урожай я показывал, вот, уступил место, ну, скажем, более, таким, как бы сказать, аристократическим собратьям, так, вот это вот, Латвия, я хочу познакомить вас немножко с Латвией, знаете, почему, во-первых, потому что Андрей, я так перевожу, фамилия, по-моему, Зенин, может быть, соврал, а имя, по-моему, Андрей, он через посредников, это все-таки заграница, у меня выписывал, кое-что, так, и дело в том, что это Прибалтика, а Прибалтики, вспомните, наши уже, русскоязычные живут, вспоминайте, Калининград, и так далее, давайте посмотрим, какие у него дела, успехи, потому что, это Латвия, это то же самое, что Ленинград, там пешком, можно дойти, но наверняка, это точно можно доехать, из Латвии в Ленинград, то есть, все рядом, Псковская область, Ленинградская область, например, Литва, Латвия, Эстония, с той стороны, это Балтики тоже, Прибалтийские государства, тоже хорошо, Польша, вот, Белоруссия, там, достают эти самые, бусоны, посадки, вот, с мокрой, тоже много чего гниет, зима, не было холодной, сеянцы, абрикосов, сливы, персиков, вишен, перезимовали 100%, меня вот это больше всего нравится, когда вот такое пишут, может, преувеличил, у меня процент 95% от ваших предлагаемых сортов, 95%, то есть, почти все, по 7 в апреле, весна наступила резко, рано, тепло, недели две стоял, жаркая погода, все зацвело, удалили заморозки, минус 3, минус 5, для цветов, обычных цветов, они стоят смертельные, 4 ночи подряд, читаем внимательно, какой бы он ни был латыш, а выражение русское, в итоге, всем сливам и персикам, оказалось, по барабану, какой же ты литовец, ой, какой вылитовец, выражение русское, по барабану, войлочная вишня, ну, дальше, то есть, сива персика, пронесло, войлочная вишня, из 10 и 3 погибли, сын манчжурца, номер 3, из 15 и 7, но они от мороза, вы согласитесь, что 15 и 20, для них, что для нас с вами, Африка, или Крым, крупноплодные ассорти, из 25 и 15, но 10 из 25, это уже сад, у патриарха, у 5 из 30, подможжеветки, ну, слово подможжи, не годится, Андрей, да, все бывает, это самое, и причин достаточно много, вот, ну, 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 это, 20, 15-20 градусов, не солидно, есть, ну, высохли, замерзли, то есть, испортили еще, как еще, но слово подможжи не годится, снизу уже на главном, молодой поросль, на всех других сортов, все до подмерзания, нет никаких, кстати, я всегда сохраняю, это, стиль, письма, на всякий случай, так, чтобы потом меня не обвинили, что я какую-нибудь там запятую добавил, в этом году, по вашему совету, приобрел привычную нож Тина, что-то понятия не имею, у меня, по-моему, у меня два ножа, все по-другому называются, один, по-моему, Зеренген, так, качество прививок возросло, вот за это спасибо, это меня радует, смотрите, привил около 200 прививок, и не прижилось только 4 абрикоса, ну, а это же что, говорит, у вас такое будущее, Андрей, по двое полы на манджурец, полы на луча, то есть, и на манджурца пошли, 200 прививок, и на лучу пошли, спасибо за совет и помощь в вебинаре, ну, и ради чего я это самое, смотрите, сейчас будет горькая, горькая пару минут, не сравнивайте, пожалуйста, цену саженцев с ценой на водку, это несравняемые вещи, если ваши вебинары слышали, ваши саженцы, они обязательно бы обиделись, саженцы бы, да, а те, кому нужна пареная водка, навряд ли интересуются садоводством, вот, дело о чем, кто не в курсе, значит, в школе, вспомнишь, с института лесошколы, деньги, это эквивалент труда, или вещи, вот, значит, в этот саженец ходят, саженцы, он сам по себе вещи, да, и, еще и труд, да, еще какой труд, и стоил, стоил, Сергей продавал по 250 рублей, я сравнилась с паленой водкой, потому что она стоит дороже, вы сами знаете, вот, ну, вы можете за тысячу купить, и все равно паленой будет, кто не в курсе, ну, попробуйте, утром, вспомните, нет, что вы, нет, все-таки я отвечу, дело в том, что, уважаемая любовь, вам нужна пошаговая инструкция, вот, сейчас вы, допустим, мне пишите, сегодня, завтра, я высылаю 34 вебинара, вот, они будут пошаговые, почему, вот, и еще, очень сложно, и вы поймите тех, кто все это уже знает, вот, я отвечу очень коротко, так, чтобы даже те, кто что-то слышал, знает, все равно, что-то для себя почерпнули, кто уже, ну, чтобы кто-то не сказал, да надоело, давайте что-нибудь новое, у меня есть много нового, не скрываю, вот, так вот, значит, смотрите, коротко, не обижайтесь, и фотографии для иллюстрации, так, пришло извещение, семена прибыли, ура, теперь, мы думали, посмотрим, видео, почитаем, наберемся, фильмы в двух частях, саранее смотрели, посылку ждали, казалось, счастье наступило, ну, и паника, как сделать, чтобы семена с косточками не погибли, я почему, я даже мог вопрос у вас от футболи, но я уважаю таких, которые, вот, ночь не спала, показалось, ничего не знаю, так есть, помогите, и так, коротко, семена нужно посадить, знаете, уже ответ готов, семена нужно посадить одной строчкой на возвышение, проделав канавку глубину один сантиметр, плюс сверху присыпать песком, нормально, зачем вы вас спрашиваете, это я должен у вас научиться, все семена садить, или только груши, как в фильме, в другом месте, Валерий Константинович говорил, что посадки семян надо делать в заглублении полсантиметра, да, вот, времена меняются, дело в том, что, идем сюда, смотрите, ну, это просто фотография для иллюстрации, вот так зашли, сверху были присыпаны песком, каким-то довольно странным, ну, ладно, а вот это мое, она, видимо, видела эту фотографию в одном из фильмов, или вебинаров, значит, это посажены были груши, знаете, как они взошли, вот, допустим, метр густо-густо-густо, явно все, потом раз, метр пустота, или одна-две, потом густо-густо пустота, и вот получилось, в принципе, схожесть получилась все равно приличная, ну, процентов 50, а с другой стороны, чем это все объясняется, вот, дело в том, что они, ну, как бы сказать-то, не то, что они, так, в общем, у них самая страшная беда, так, как обрекоз сопревания, я сделал ямки, бороздки, я засыпал бороздки, песок, потом песок еще, эти, разложил семечки, потом еще сверху песком прислал, в общем, естественно, я, и символическое прикопка, получая нормальная, здоровая саженца, практически посаженная, ну, песок, он настолько, он быстро высыхает, то есть, он не портит корневую шейку, это самое страшное, угрожка, как у абрикосов, кстати, Платонова, запоминайте, может, дойдет до вас, и это, Крамаренко тоже, поэтому смотрите, что получается, вроде бы я сидел правильно, 50% успех, но где-то, получалось так, что он высох, и не хватило, это же не случайно, метр нормальный, метр ненормальный, это означает, где-то увлажнено нормально, а где-то не хватило влаги, она же не может так, что тут все здоровые, а тут все больные, или неполноценные, так же не бывает, поэтому у меня жаль, нет такой фотографии, где густо, пусто, густо, пусто, вот, вот этот способ неплох, но он требует постоянно полива, чуть проворонил, и не взойдут, вот так, вот этот момент хотел отразить, потом, ой, опять бы я хотел быстро, тут целая лекция получается, бедная, бедная, так, ну она три вебинара ждала, ну что я мог сделать, так, теперь, возвышение делать просто набросав землю бугром, но вроде бы у Валерия Клицинь слышал, что нужно садить дерновой земли, никогда, никакой дерновой земли, вот, что-то вы могли слышать, что в принципе в дерн садится са-же-нец, а у вас-то косточки, семечки, все, дальше проехали, она еще двуградна, в угле, она, это, быстро высыхает, надо поливать, 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 есть еще вариант, посадить, школкой, а потом пересадить, но это уже получается, коллегу имеем, да, или, школка, но лучше оставить навсегда, а которая, проезжая, выкопали часть из них, эти друзья, эти врага, ну, и так далее, вот этот момент, так, в каком месте относительно домика лучше, или пока дошколки, это не важно, вот, значит, все равно в каком относительно домика бани, 100% солнце, а так какая разница, где у вас баня, и где домик, 100% солнце, вот и все, а дошколки, это тоже важно, пусть даже если школка, это временно, то есть перенос будет, все равно солнце 100%, раскладывать густо, какой густотой, Если через полметра сколько, чтобы рассадить? То есть вы у меня спрашиваете, сколько есть семян, сколько есть земли. Вот прикинули я с такой густотой. Через 5 сантиметров? Нет, через 5. Через 25, через 25. Но сколько хватило денег? Сколько у вас земли есть? А то получается, если через полметра, земли в огороде не будет. Да, я виноват в этом, что вы заказали. Конечно, надо рассадить, раз земли нет уже, не полметра, а четверть метра. 10 сантиметров, 5 сантиметров. Главное все посадить. Как защитить от мышей и птиц? Страшное дело. Так, каждый день так. Ну, там фотографию покажу. Каждый день делать верхний полив, чтобы семена были влечены в провисцию. А не размоют ли верхнюю песковую пресудку? Размоют. В том-то и дело. Умудряйтесь, как хотите. Вот. Что делать, когда саженец оставит себе огород небольшой? А надо ли оставить только по одному саженцу? Ой, а ведь Валерий Константинович кому-то в переписке писал, что вы пылите, должно быть не менее трех. Вы пылите, должно быть не менее ста. Не можете сто? Не менее пятидесяти. Не можете? Не менее десяти. Не можете? Не менее трех. Вот так. Чтобы все это самое. Сами знаете, для чего это надо. Помните, я говорил про этот, смертный сад. Ой, ну я уж так полушутя полусерьезно. Лучше сто, лучше пятьдесят. Вот тогда урожай будет сумасшедший. А так, ну действительно, три-четыре, лучше пять, лучше десять. Все как в мультфильме. Чего побольше, котлеты или сосисок? И того побольше, и того побольше. В каком месяце лучше затем делать посадку на постоянное место? В каком возрасте? Ясо возраст. Да. Вот саженец проклюнулся. То есть будущий саженец. Вылез из земли. Этой же весной не пересаживать в никаком случае. Разве что в горшке. Еще можно рискнуть. Так. И то опасно. Вот. Потому что если пересадите, то опять же вместе с горшком садите. А просто с корнями? Нет. Только осень и в следующей весной. То есть уже когда окрепнет все, и когда появится корневая шейка. И когда, вернее, она и без вас появится. Вы когда будете знать, где она появилась? Так. В каком месяце? Весной. Земля таяла на штык лопаты. Все. Садите. Дальше потери каждого дня. Можно и на следующий день после того, как земля тает на штык лопаты. И через неделю после этого, через месяц. Но считайте это обратно от осени. Эмигранты. У него 9-10 месяцев может быть вегетативный период. Потому что хотите иметь 100-граммовые абрикосы. Так же? Вот. А у вас лета 5 месяцев. А вы что, взяли, вместо апреля в мае посадили? Осталось 4 месяца. Пришла осень. И давай выдумывать там. Прищипывать, прищипывать. Потому что больше он не успевает вызвать. Успеет, если все, начи вовремя делать будете. Я вам показывал, нет. Ямки с осенью эти. Как бы, по-моему, было, не было. Ну, короче, с осени холмы готовы. Они быстро-быстро весной начинают оттаивать. Еще земля тут же рядом твердая. Тем более, что под этим, под дёрном. Ну, то есть, мощный дёрн. А холм-то, он все равно без дёрна. Потому что насыпная земля. А та, вот, в неё и садите. Раньше посадите, раньше. То есть, быстрее дойдет до вызревания осенью. И тем здоровее будет саженец. Как не повредить сентальный корень? А вот так садите, чтобы не повредить сентальный корень. Выкопайте. Ну, практически это невозможно. Так. Ну, про баню я уже говорил. Ну, дальше еще покажу, кажется. Есть такое у меня. Потом фотографии. Как выкапывать. Так. Сегодня получим семинар. Вопрос распределять. Да, что тут, где что распределять-то? Наоборот, вот вся моя технология. Практически ничего и делать-то не надо. Уважаемый народ. А, погодите. Это вы не ко мне обращались? А, это вы в это. Гостевой ко всем обращались. Ну, и ответ, кстати, ни от кого не получили. У кого есть опыт, подскажите, как правильно посадить семена косточки. Ну, давайте так. Немножко все-таки посмотрим сюда. Сюда. Вот здесь было посадено символически мы, это самое. Вот чем хорошо это. Мыши любят кушать. Вы потом... Жалко, я не мог все раскритиковать до конца. Платонову и ее этих самых таких же суперспециалистов. Кавычка. Вот. Которое... Которое... Это... Значит, у них получается... Ну, вы здесь помните, там саж здесь был, да? И написано, что вот эти вот дебильные... Пластмассовые стаканчики, вырезанные из этих бутылок прозрачных, да? Спасение от мышей. А саженец-то видно, что уже лето. Ну, не лето, не лето, но листья распустились. В это время никакие мыши ничего не жрут. А вот когда жрали, стаканчиков не было. Она их в фильме показывала уже, когда это... Ну, когда уже мышей нет. Ну, дебильный совет, потому что они совпадают по времени. А вот здесь опасно. Здесь по железу, получается, надо символически закопать. А потом у железа уже, которая такой умный. Мыши жрут. Видели? Вот так вот. Ну, у железа есть одно преимущество. У них столько этих косточек, что хватает и фарактериологии от рака, сам себе, а вдруг. Вот. И хватает на то, чтобы столько вырастить. И хватает, чтобы еще показать фотографии. Еще помните эту фотографию? Еще я не все косточки собирал. Вот. А вот спасение от мышей. Вот невестка. Смотрите. У соседей чистое поле. В смысле зарощенное. Вот здесь мышей сотни. А здесь питомник. Вот. С нежными саженцами. А он, так как тут нет дерна, то нет и мышей. Они не любят голую почву. Их мышиные ходы все уничтожено. Они приходят вот оттуда. Из-за забора. И едят все, что с края. Вот так раскладываются. Бутылки, бутылки. Так, чтобы мышь пролезла, но птица не смогла залезть. И отравленное зерно с с. Вот такая суровейшая действительность, друзья. Суровейшая. Никуда не видно. Едется. Все эти сказки про домашние средства. Когда без сада останетесь, тогда меня вспомните. Вот. Вот, пожалуйста. Это не моя фотография. Мне понравилась дружная всходность. Мне понравилось, что в горшках. То есть, да, школка, но она переедет безболезненно. Просто прекрасная фотография. Я порадовался из тех, кто умудрился стопроцентно получить приживаемость. Это тоже не моя фотография. Здесь замульчировано. Я говорю, одна из бед тем, что приподнятая земля быстро высыхает. Ну, человеку пошло. Он ее замульчировал. Потом, надеюсь, разгребет. Иначе все это сгниет. Даже на холму. Если оставить эту салону, надеюсь, уберет. Вот. Вот эта фотография особая. Дело в том, что приезжали ко мне. Вот диск номер пять. Я его делал вместе с кировчанами. Приехали с Кирова. Много земли. Этузиазм бешеный. Я их пока учил. Параллельно снимался фильм. И даже диск номер пять. Один из продаваемых мной. Это как раз там, видите, их визионами. Их лица. Они поехали к тебе. Накупили мне саженцев. Посадили. И по старинке укрыли вот таким способом. От мышей и от зайцев. Пригодился хороший учебный фильм. Ой, снимок. Пригодился же. Вот так выглядит питомник со стороны. Видите? Вот. И всегда мой вечный совет. Если вам вот такую фотографию не покажут. Посылайте. Извините. Я уже русскими словами. Нахер. Я не сказал грубое слово. Хер это. Нет. А, нет. Хер это, наверное, матерное. Я имел ввиду хрен. Нахрен. Да. Хрен это растение. Это не матерное слово. Посылайте на хрен. Вот. Тех, кто продает саренцы, но не имеет маточного сада. Вот. Это одна из этих. Это посадка самому себе. Вот. Почему еще? Это учебный снимок. Что мы видим? Штамп, который я проклинаю. Привитое дерево. Поверьте, никто раны не делал. Какой был, такой был. Мощный садовец. Вот здесь был отрезан. Вот. Почему? Он был не продан. Его не купили. Вот. Был отрезан, потому что, ну, куда дальше-то расти. Он будет длинный, и как бы это, ну. Он после этого начал ветвиться не здесь, а вот здесь. Это его право. Он еще второй год закончился. И мы прикупили землю напротив. Сейчас он там растет и плодоносит. Согласитесь, что это самое, с таким комом земли. И, еще раз говорю, это все вот тут отрезано, вот тут, вот тут, вот тут, вот так вот. Даже такой ком земли, а вы упомянули, вспоминайте, потом неже найдем, не найдем, вы упомянули, этот самый, как сохранить центральный корень. Дело в том, я все продолжаю на ваш вопрос отвечать. Не только хвастаюсь, смотрите, какие у меня садятся. Дело в том, что у него ни центрального корня никогда не было. Прививки на корневые отводки. В лесу у нас их тысячи. Берем готовые. Я, еще раз говорю, независимо от того, что пишут в литературе, стопроцентная несовместимость, у нас стопроцентная совместимость. Иначе бы не было таких просто, кстати. А почему стопроцентная совместимость? Потому что мы не стали выращивать подводки специальные, на которые можно прививать культурнейшие сорта. Это, кстати, Жигулевская. Мы сделали наоборот. Я сделал наоборот. Да, вегативных гибридзаций не существует, бог с ней. Но когда я беру с этих деревьев, вот на заднем плане там есть яблоньки, когда я отрезаю веточки, с яблонек, у которых подвоем являются эти же сибирки, о чудо, самые роскошные яблони, апорты с огромными плодами, Жигулевские, Мелба, мировой лидер, вот. Все они, я уже не говорю про Северный Синап, про Пепин, Шапранник, которые это, про Антоновку, все они практически... Да, я вам показывал, помните, в прошлом вебинаре я вам показал, схожесть там, по-моему, и сотни, одна и то не видно, не пошла или не пошла, а остальные все пошли, вот. Это и есть вегативная гибридизация. Вот то, чего не заметил, как этот самый, самый доцент Тимрязевки сказал, что не заметил бы тот самый президент императорского общества садоводов, не заметил бы, в Сибири бы заметил, потому что иначе этого саженца бы не было. Прибой, приучен подвою, это мое очередное открытие, а это даже не Мичурин, Мичурин, так не получилось. Вот так косточки вылазят, посажены были, начинают набухать, и вылазят из земли, знаете как, упирается рогом, извините за просто народное слово, упирается вот этим корешок, какая-то страшная сила его поднимает вот так, вот так, вот так, а потом смотришь, а косточки вот тут, вот тут, вот тут валяются, господи, что ж такое, кто их отодвинул, это до меня долго доходило, упираясь вот в этот маленький корешок, вся эта громадина и распадается, смотрите, видите, вот, вот это вот, ну как сказать, откровение, что ли, вот так оно должно быть, вот так, ребята, а это самое, господи, Крамаренко, ну исправьте вы свою ошибку, ну пожалуйста, нельзя, чтобы это все было под землей, нельзя, включая его будущий росток, я же сто раз вам говорил, ну нельзя, ну не получилось, ну что делать-то, что кто-то более наблюдательный, кто-то посадил саженцев и деревьев, в сто раз больше, чем вы, вот, у которого привычка посмотреть на каждый саженец, а вот так попробовал, а теперь вот так попробовал, а теперь вот так попробовал, ну видно же, ну, а? нельзя, нельзя вот это под землей, нельзя, вот здесь вот, все это сгнивает, особенно у груш и у абрикосов, а вот то, что я обещал, как выкопать, да, полностью центральный корень вы не спасете, но на ваш вопрос отвечаю, пришлось спросить у меня в одном из вебинаров, это было, я поэтому извинялся, что повторяюсь, вот так вот копайте, так, лопату, так, 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 все время, чтобы она, куда бы ни воткнули, она была вот так на одной оси с саженцем, и выкопали канаву, 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 и когда выкопаете ее на штык лопаты, лучше бы поглубже, потом уже под уклоном, режется, рубите, что будет ваше, ну, я же не болтун, еще раз, я же не болтун, вот так вот копается, садится, какой труд, а знаете, почему эти узбеки, я их видел, я вам показывал саженцы, где корней вообще нет, ну, два-три корешка, пальцы растопырьте, еще короче, они их специально вот так вот раз, 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 обрубят, выдерут, и в эту самую машину, то есть, вот таких саженцев, допустим, можно увести сто, а тех тысячу, поняли, да, ну, в грузовике, вот, а они же не будут здесь грузовиком ради вас гнать, чтобы у вас была качественная корня, и не дождитесь, ну, в общем, поняли, да, ну, и все равно центральный корень нарушите, но, еще не горе, нарушили центральный корень, но, друзья мои, значит, какой-то из боковых корешков развернется, и пойдет вниз все равно, для того, чего я вам потом расскажу, у меня еще одно мировое открытие, но мы сегодня до него не доберемся, ну, очередной подвиг, или как там, Менхаузен, вот, не прилипла бы ко мне кличка сибирский Менхаузен, потому что это бы означало, что я, это, выдумываю все, так, ну что, друзья, на сегодня все, очень много интересного, потому что письма идут, письма идут, вот, идусь идет, идуй идет, идуй идет, только мы об этом поговорим, вот, кстати, уважаемый господин доцент, это на вашем сайте, вот, это на вашем сайте, а какие у вас инструкции, вот, вот так вот, а потом берут такие вот, как та, которая миллион этих самых просмотров себе обеспечила, миллион человек научила, и давай убивать, и давай, и давай, и давай, и давай, вот, знаете, черешня такая обрезка, нужно, завечить дерево, которое и так на самом юге, с трудом цепляется, на Украине, был год, это было, я вспоминаю, тогда Путин, будучи недавно в должности, гнал на украинскую эшелонность с хлебом, у них был, это, у них зимой не взошли, потому что осенью, посадить их посадили, а осенью не было дождей, зимой не было снега и дождей, вот, нас-то тоже затронуло, тут никто, по-моему, никого не спасал, на Украину, да, весна пришла, а эти, а зимой не взошли, вот, и он туда гнал эшелоны с хлебом, которых сейчас никто не вспоминает, а тогда это была нормальная братская помощь, а тогда на Украине от черешней высоты погибли, вот, погибли они, как я понимаю, вот из-за таких вот советчиков, видите, это черешина, надо ее изувечить, ну как же, изувечить, кстати, черешина настолько голеностая, я просто поражаюсь, вот, фантазия, да, ну, ничего, что здесь бы росли плоды, убрать, здесь убрать, и вот эти общие принципы, эти, значит, волчки убрать, которые вниз растут, убрать, в середку растут, убрать, они почему-то касаются и череши, яблони, груши, всего, калечить, так все калечить, вот, кажется, я опять увлекся, видели, вот дурью маются, дурь, натуральная дурь, страшная, невыносимая дурь, вот, идиотизм такой, что я просто поражаюсь, ну, а, все, проехали, итак, друзья, Антон Валерьевич, мои два часа и стекли, давайте на несколько вопросов отвечу, на сегодня все, вот, а дальше, а дальше все, придет, следующая суббота, и, как в сказке про тысячу одну ночь, вот, придется прекратить дозволенные речи, а не дозволенные можно, давайте, я жду от вас, то есть, мы устраиваем перерыв небольшой, и опять на кухню за чаем, горло сухое, вот, интересно, половина осталась, тех, кому не нравилось, мои, эти самые, доказательства, что живем, в искусственном мире, а я хочу жить в искусственном мире, я хочу, чтобы это, я не хочу из грязной лужи, если я был амебой, значит, нет, нету такого порядка, как честь, совесть, ничего нет, если мы из амеб, проектины, даже если мы с Club с методой веществе … ... ... ...